Саргылана и ее маленький сын летят домой в Якутию после сложной операции. В ближайшие два месяца мальчик не сможет ходить и сидеть. Вместо стойки регистрации они сразу направились в медпункт. Там располагается служба, работающая с инвалидами. Здесь они проходят медицинский осмотр. Врач проверяет самочувствие пассажира, а сотрудники службы пересаживают его на местную коляску, чтобы собственное инвалидное кресло можно было сдать в багаж. Помимо традиционных, в аэропорту имеются и транспортные средства особой конструкции. Она как раз нужна для того, чтобы передвигаться внутри самолета между рядов. Она как раз проходит. К трапу коляску доставляют на специальном транспорте – амбулифте. Сейчас в Пулково таких четыре, а раньше инвалиды перемещались на обычных автобусах. Пассажиры подтверждают, благодаря такому сопровождению и тому, что все процедуры можно пройти в одном помещении, перелеты стали гораздо удобнее. Еще год назад все было совсем не так. Пассажирам в инвалидных креслах приходилось проходить обычную процедуру регистрации. А на борт самолета их поднимали грузчики. Теперь попросить себе коляску и сопровождение может даже обычная бабушка, которой трудно ходить. Прохождение формальных процедур берет на себя сотрудник службы. И гражданин с ограниченными возможностями избавлен от необходимости самостоятельно ездить по аэропорту. Такое удобство, хоть и малое, но утешение для людей, которым пришлось выложить немалые суммы за билет. Вот ребенок на три сиденья, и вот я мама сопровождающая, и четыре билета купили, и, конечно, дорого, но надо же лететь, поэтому... А там четыре билета по обычной цене? Да, по обычной цене. Один билет только на ребенка, который 50%, а остальные все по обычной цене. Каждый день в службу обращается порядка 60 человек. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Так что загрузка достаточно плотная и будет только расти, ведь пассажиров Пулково с каждым месяцем становится все больше. Уже в ближайших планах аэропорта закупить дополнительное оборудование и увеличить штат сотрудников.